Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала, с вами Женя, вы на канале Счастье в нас самих, где, как всегда, огромное количество ответов на вопросы, инструменты для улучшения всех сфер жизни, ну а также практики, настрои и ритуалы для исполнения любых, даже самых невероятных желаний. Ну и, как всегда, помните, что ваша жизнь притянута вами. Ваши мысли, чувства и действия сегодня создают вашу реальность завтра. Соответственно, то, что происходит с вами сегодня, это притянули вы сами, даже если вы этого не осознаете. Ну и еще есть один маленький нюанс. Для того, чтобы желания исполнялись, прежде всего надо понимать, что же вы готовы отдать для того, чтобы желание исполнилось. Как же ваше желание улучшит не только вашу жизнь, а какая польза будет от вашего желания не только вам, а и другим людям. Я знаю, что это очень странный пункт, но это так. Потому что для того, чтобы получить, надо прежде всего отдать. Поэтому я всегда говорю, что же излучаем, то и получаем. Подумайте об этом на досуге. Сегодня и снова помощь. Помощь Таро Манго в решении ваших задач. Сосредоточьтесь на ситуациях, событиях, задачах, желаниях, которые вас волнуют. Ну а также сделайте себе комплимент, похвалите себя, ну и конечно улыбнитесь. Частота, с которой вы транслируете вашу энергию, повысится от улыбки. И соответственно вы будете притягивать еще больше высокочастотной энергии, которая помогает строить, а не разрушать. Давайте же посмотрим, что же может помочь вам в интересующих вас ситуациях. Карты скачут даже такими пачками. Я надеюсь, что вы уже готовы. Карты готовы тоже рассказывать. И еще раз я повторяю, к раскладам я подхожу как к советам Вселенной. И через символику, через энергетику я смотрю, что же нужно сделать вам для достижения. Ну что, смотрим. И первое, что я вижу, и часто я это вижу. Будьте уверены в себе. Будьте уверены в том, что вы делаете. Также будьте уверены и доверяйте миру вокруг вас. Именно уверенность поможет вам решить ваши задачи, достичь вашу цель, исполнить ваши желания. Называйте, как хотите. И это выпало первым. Так как это именно паж жезлов, то говорит это о том, что ваш уровень уверенности очень маленький. Вы не... Некоторые из вас даже не уверены, хотите ли вы исполнение этого желания, на котором я в начале расклада сказала сконцентрироваться, или нет. Нужно ли это вам или нет. Или у вас возникает страх перед тем, что же вам надо пройти и сделать для достижения. И тут выходит еще одна роковая иногда ошибка. Вы концентрируетесь на сценарии, который написали вы себе сами. Вы забываете, что сценариев может быть тысячи, а то и больше. И Вселенная, Высшие Силы, Господь, Космос. Ну, называйте это как хотите. Вот эта вселенская энергия поведет вас по тому сценарию, о котором вы даже, может быть, и не подозреваете. Но именно ваша концентрация, концентрация-то идет от предыдущих опытов, от предыдущих ситуаций. А у вас этот опыт по сравнению с Вселенским, ну, будем сказать, будем говорить честно, ну, мизерный. И вот ваш мизерный опыт дает вам понимание, что неуверенности, понимание, что вам это тяжело достанется, и, соответственно, вы опускаете руки. Поэтому никогда не концентрируйтесь на методе достижения цели. Иногда это произойдет таким образом, что вы вот, ну, никогда не могли подумать, что то, что с вами произойдет, может привести вас к цели. Поэтому уверенность в себе – это первое доверие, уверенность в себе. И, конечно же, доверие Вселенной, миру, высшим силам, Господу. Я всегда повторяю все эти названия. Каждый из нас называет это своим именем. Давайте посмотрим, что же еще может помочь. Раскрытие себя. И опять у нас Паш Кубков. Паш Кубков – это раскрытие. Паш Кубков – это эмоциональный, расцвет эмоциональный, чувственный. И тут я хочу сказать именно концентрация на результате. Подумайте, и не один раз, и очень часто, как вы будете чувствовать себя, что вы будете излучать, когда ваша цель будет достигнута. Когда вы получите то, чего вы хотите. Кстати, вот по первой позиции, по первой карте я к ней возвращаюсь, еще хочу добавить. Подумайте, нужно ли это лично вам, ваша цель, ваше желание. Когда вы достигнете этого, что же будет лично у вас? Потому что еще одна ошибка, которую допускают очень много людей – это достижение цели для определенного, например, положения в обществе. Ну, вы уж простите, положение в обществе придет само собой, потому что это ваше ощущение. И вот тут по второй карте я могу сказать, что именно открытие себя своему истинному желанию, именно предвкушение, ощущение себя уже, знаете, как с чувством выполненного долга. Образно говоря, ощущение себя именно в этом изобилии, в этом автомобиле, например, я все время привожу пример автомобиль или дом, квартира, в которой вы хотите быть. И открытие себя разным методом получения этого, прежде всего отдавая что-то. С каждым разом я все больше убеждаюсь, что прежде всего мы должны разработать план, что мы можем дать. Я, в свою очередь, например, если я ставлю перед собой цель, я должна озвучить, каким образом эта цель даст пользу другим людям. Например, я хочу, моя определенную сумму денег в месяц, и тут я уже осознаю, что получая эту сумму денег в месяц, я буду чувствовать себя в финансовой безопасности. Эта финансовая безопасность даст мне возможность еще больше уделять внимание помощи другим людям. Я не буду думать о хлебе насущном. Я буду думать только о том, как помочь большему количеству людей достичь своих целей. Как мне больше создать инструментов, курсов, практик, медитаций, консультаций для того, чтобы большее количество людей получило пользу от моего творчества. Вот это то, что в основе легкого исполнения желаний. Прежде всего понять, что же вы можете отдать. Так вот, по второй карте, вторая карта об этом и говорит. С уверенностью открывайте себя вашему желанию и осознавайте, как вы будете себя чувствовать, когда желание исполнится, и какую пользу получите вы и, соответственно, Вселенная от исполнения вашего желания. Ну и давайте еще одну карту. Затянулся сегодня расклад, но я давайте так. Это даже не расклад. Сегодня это видеоконсультация для вас, как достигать своих целей. Как помочь себе достичь своих целей. Может даже и изменю название видео. Давайте же посмотрим, что же еще может помочь. Может быть, есть кто-то или что-то, что может дать вам какой-то импульс, какую-то помощь для движения. Ну и хочу сказать, что тут вы обязательно... Это правосудие. Правосудие это значит, что все будет по справедливости. Действуйте по справедливости. Вы знаете, я уже эту карту обсказала еще до того, как она вышла. Как надо представлять себе достижение своей цели. И по справедливости это опять же говорит о том, что... И это правосудие. Это старший аркан. Это изменение от Вселенной. Не только от вас, а изменение от Вселенной. И вот тут опять мы возвращаемся. По справедливости это значит, должен быть равноценный обмен. Что-то вы отдаете для достижения вашей цели. И вы взамен получаете вашу цель. Вы не можете по законам Вселенной только потреблять. Вы не вампир. Вампиры, они ничего не достигают. Достигают именно люди, которые делятся. Именно люди, которые правильно понимают, как это работает. Ведь по большому счету, Господь, Вселенная, Высшие Силы, Космос – это все вы. Вы частичка квантового поля этого мира. Где каждое сознание имеет свою ячейку. Что-то вроде матрицы. Так, это на сегодняшний день вижу я. И могу сказать уже из моего небольшого опыта, потому что неважно, какой у меня опыт, он все равно по сравнению с Вселенским будет всегда маленьким. Но исходя из своего опыта, могу вам сказать, помните, что прежде всего надо отдать и отдавать постоянно, концентрируясь на конечном результате, на том ощущении, которое будет у вас, когда вы достигнете свою цель. Вот такой расклад практика сегодня получился. Ну а я желаю вам достижения любых целей вашей жизни.